Привет, я Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. В этом видео я расскажу о том, что такое розничная торговля и что такое оптовая торговля, а также расскажу об отличиях этих видов торговли. Как мне кажется, если обычного человека спросить, чем отличается розничная торговля от оптовой, то большинство людей скажут, что количеством покупаемого товара. И, соответственно, чем больше единиц товара, то это значит оптовая торговля. Если единиц товара мало, то это розничная торговля. Здесь, естественно, возникнет всегда вопрос, а сколько же единиц товара нужно купить, чтобы признать торговлю оптовой. Но ни один нормативный акт нам ответ на этот вопрос не даст. И на самом деле разница между розничной и оптовой торговлей заключается отнюдь не в количестве покупаемого товара. А в чем же? Давайте разбираться. Итак, что такое розничная торговля? У нас есть в Украине ДСТУ, который дает определение этому понятию. И, согласно этому ДСТУ, розничная торговля – это вид экономической деятельности в сфере товарооборота, охватывающий куплю-продажу товаров конечному потребителю и предоставление ему торговых услуг. Как мы видим, в этом определении совершенно не указано на количество единиц товара для определения розничной торговли. То есть нам совершенно без разницы, какое количество единиц товара продается. Нам важно другое. Нам важна цель, с которой продается этот товар. И в этом определении указано, что товар продается конечному потребителю. То есть целью покупки этого товара является его потребление. Не дальнейшая перепродажа, не использование в производстве, а именно потребление. Что же касается оптовой торговли, то ее определение следующее. Это вид экономической деятельности в сфере товарооборота, охватывающий куплю-продажу товаров по договорам поставки партиями, для дальнейшей их продажи конечному потребителю через розничную торговлю, или для производственного потребления и предоставления связанных с этим услуг. Как мы видим, понятие оптовой торговли тоже не привязывается к количеству единиц товара. Здесь значение имеет, кому мы продаем, для чего покупается у нас товар. Если товар покупается с целью его дальнейшей перепродажи, то мы говорим о оптовой торговле. Если товар покупается с целью его промышленного использования, то есть переработки как варианта в производстве и последующей продаже нового товара, то здесь мы тоже говорим о оптовой торговле. Какой у нас вывод? Розничная торговля от оптовой торговли отличается не количеством покупаемого товара, а целью, с которой этот товар покупается. Если товар покупается с целью его потребления, то есть мы покупаем, не знаю, батончик шоколадки для того, чтобы ее съесть, это розничная торговля. Если же мы покупаем батончик шоколадки для того, чтобы его в последующем перепродать, даже если это один батончик шоколадки, то все равно мы говорим о оптовой торговле, потому что наша конечная цель не потребить этот продукт, а продать его дальше, использовать его в коммерческой деятельности. Если у вас остались какие-то вопросы по теме этого видео, задавайте их в комментариях. На этом все, всем удачи, пока!